И так, если растение имеет между собой такое соощущение, то не более ли для умерших ощутительные молитвенные приношения? Когда же благоразумно согласишься на то, что сие происходит сообразность природой тварей, то представляй себе, что ты начаток тварей Божьих. Равным образом и другой святой отец замечает, как бывает с заключенным в сосуде вином, который, когда цветет виноград в поле, слышит запах и цветет вместе с ним. Так, думая, учит святой Афанасий Великий о душах грешников. Они получают некоторые благодеяния от приносимой за них бескровной жертвы и благотворения, как знает и повелевает единый владыка живых и мертвых, Бог наш. Наконец, наши молитвы могут быть благотворны для скончавшихся в правой вере и с истинным раскаянием, потому, что, отшедши в другой мир, в общении с церковью, они при том же самих себя перенесли туда, начаток добра в самих себе, или семя новой жизни, которого только не успели сами раскрыть здесь, и которая под влиянием наших теплых молитв при благословении Божьем может мало-помалу развиться и принести плод, как развивается доброе семя в земле под живительным влиянием солнца при благорастворении воздуха, между тем, как для скончавшихся вне чести и нераскаянности и совершенно погасивших в себе дух Христов, ничего не помогут, никакие молитвы живущих еще братьев, подобно тому, как ничего не могут сделать для оживления гнилых семян, потерявших начало растительной жизни, ни влияние солнца, ни благорастворенный воздух, ни питательная влага. Такого рода рассуждения мы встречаем у Блаженного Августина и у святого Иоанна Дамаскина, Афанасия Велики, послание к антиохийцам. Ответ на вопросы, 34. Блаженный Августин говорит, «Немало не должно сомневаться, что молитвы Святой Церкви, спасительные жертвоприношения и милостыни приносят пользу умершим, но лишь тем, которые прежде смерти жили так, чтобы по смерти все это могло быть для них полезным. Ибо для отшедших без веры, с поспешистой моей любовью, и без общения в таинствах, напрасно совершаются ближними дела того благочестия, коего залога они не имели в себе, когда находились здесь, не приемли или в суе приемли благодать Божию, и сокровиществуя себе не милосердие, а гнев». «Итак, не новые заслуги приобретаются для умерших, когда совершают за них что-либо доброе, знаемое, а только извлекаются впоследствии из прежде положенных ими начал». Слово 172. Святой Иоанн Дамаскин пишет, «Каждый человек, имевший в себе малую закваску добродетелей, но не успевший превратить он ее в хлеб по елику, несмотря на свое желание, не мог сего сделать или по лености, или по беспечности, или по тому, что отлагался дня на день и сверх чаяния постигнут и пожат кончиною, не будет забыт праведным судьей и владыкой, но Господь по смерти его возбудит его родных, ближних и друзей, направит мысли их, привлечет сердца и преклонит души к оказанию ему пособия и помощи. И когда Бог подвигнет их, и владыка коснется сердец их, а они поспешат вознаградить опущение умершего, а тот, кто вел жизнь порочную, которая была вся усеяна тернием и исполнена скверн и нечистот, который никогда не внимал совести, но с беспечностью и ослеплением погружался в мерзость похотей, удовлетворяя всем пожеланиям плоти и немало не заботясь о душе, которого все мысли заняты были плотоугодием, и который в таковом состоянии постигнут кончиною, всему никто не прострет руки, но так будет с ним поступлено, что ему не подадут помощи ни супруга, ни дети, ни братья, ни родственники, ни друзья, поелеку Бог не презрит на него слово об усопших в вере. Частное поминовение умерших Святая Церковь молится постоянно о всех прежде почивших отцах и братьях наших, но она совершает также особое молительное поминовение о каждом усопшем отце и братье нашим по нашему благочестивому желанию и вызову. К частному поминовению умерших относятся третины, девятины, сорочины и годовщина. Ссылка. Обычай творить поминовение об умерших преимущественно в третий, девятый, сороковой день после их кончины существует в церкви из древних, а об нем ясно говорится еще в книге постановления апостольских, потом более или менее ясно у Святого Ефрема Сирина в его завещании, Макария Александрийского в слове об исходе души, Святого Амросия Медиаланского в слове на смерть Феодосия, Палладия в Лавсаике, глава 26, Исидора Пелусиота, послание, книга первая, послание 114. Учителей 4-го или начала 5-го века дали со всей ясностью в новеллах императора Юстиниана, новелла 133, у Евстратия Константинопольского пресс-видера, 560 год, у Святого Иоанна Дамаскина в слове об усопших в вере и других. Объяснение этого обычая как у приведенных, так и у позднейших писателей, хотя они одинаковые, впрочем, вообще согласны с духом благочестия. Третий день. Поминовение усопших в третий день после смерти есть предание апостольское. Оно совершается, во-первых, потому, что скончавшийся крещен был во имя Отца и Сына и Святого Духа, Бога Единого в Троице, хранил невредимую веру, принятую во Святом Крещении, и так как он в течение жизни молился об отпущении грехов единому в Троице Богу, то и по представлению его Святая Церковь творит о нем поминовение в третий день. Во-вторых, потому что он сохранил три богословские добродетели, служащие основанием нашего спасения, именно веру, надежду и любовь. В-третьих, потому что существо его имело тройственный состав, «Дух, душу и тело», которое согрешает вместе и потому по переходе человека в загробный мир требует очищения от грехов. Кроме такого богословского значения поминовения усопших в третий день, оно имеет еще значение таинственное, касающееся загробного состояния души. Когда Святой Макарий Александрийский просил ангела сопровождавшего его в пустыне объяснить ему значение церковного поминовения в третий день, то ангел отвечал ему, «Когда в третий день бывает в церкви приношение, тогда душа умершего получает от стригущего ее ангела облегчение в скорби, которое чувствует от разлучения с телом, получает, потому что славословие и приношение в церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда, ибо в продолжении двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить на земле, где хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища себе гнезда. Добродетельная же душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий же день тот, кто сам воскрес в третий день из мертвых, повелевает в подражание его воскресенью вознестись христианской душе на небеса для поклонения Богу всяческих. Девятый день. В девятый день святая церковь совершает молитвы и бескровные жертвы об усопшем, также по преданию апостольскому. Она молит Господа, чтобы душа усопшего удостоилась быть почтенную, причтенную клинику святых молитвами и предстательством девяти ангельских чинов. Святой Макарий Александрийский по откровению ангельскому говорит, что после поклонения Богу в третий день повелевается показать душе различные приятные обители святых и красоту рая. Все это рассматривает душа шесть дней, удивляясь и прославляя Творца всяческих Бога. Созерцая все это, она изменяется и забывает скорбь, которую чувствовала, находясь в теле. Но если она виновна в грехах, то при виде наслаждений святых она начинает скорбеть и укорять себя, говоря, «Увы мне! Сколько я осуетилась в том мире! Увлекшись удовлетворением похоти, я провела большую часть жизни в беспечности и не послужила Богу, как должно, дабы и мне удостоиться всей благодати и славы! Увы мне, бедной!» По рассмотрении же в течение шести дней всей радости праведных она опять возносится ангелами на поклонение Богу. Сороковой день. Дни плача по умершим в самой глубокой древности продолжались сорок дней. Так израильтяне оплакивали Моисея сорок дней. Вообще число сорок есть число знаменательное, часто встречающееся в Священном Писании. Евреи питались в пустыне манной сорок лет. Моисей постился сорок дней и сорок ночей, приемный закон от Бога. Илия провел сорок дней и сорок ночей в путешествии к горе Хариву. Господь Иисус Христос после своего крещения провел в пустыне сорок дней и сорок ночей, а после своего воскресения также в продолжении сорока дней учил апостолов в тайном Царстве Божие. Основываясь на предании апостолов, узаконивших в Церкви Христовой древней обычаи иудеев, оплакивать умерших сорок дней, Святая Церковь справедливая и благочестивая с древнейших времен постановила правилам творить поминовение по усопшим в продолжении сорока дней сорока уст, и особенно в сороковой день сорочины. Как Христос победил дьявола, пробыв сорок дней в посте и молитве, так точно и Святая Церковь, принося в продолжении сорока дней молитвы, милостыни и бескровной жертвы об усопшем, и спрашивает ему у Господа благодать победить врага воздушного князя тьмы и получить в наследие Царство Небесное. Святой Макарий Александрийский, рассуждая о состоянии души человеческой по смерти тела, продолжает, После вторичного поклонения Владыка всех повелевает отвести душу в ад и показать ей находящиеся там места мучений, разные отделения ада и разнообразных нечестивых мучения, разнообразные, в которых души грешников непрестанно рыдают и скрижещут зубами. По этим разным местам мук душа носится тридцать дней, трепеща, чтобы и самой ей не быть заключенной вон их. В сороковой день она опять возносится на поклонение Господу Богу, и теперь уже судья определяет приличное ей по делам место заключения. Симеон Солунский пишет, «Сороковство совершается воспоминание вознесения Господня, случившегося сороковой день после воскресения, и с той целью, чтобы и умершие, восстав из гроба, вознесся в встретение Господу, был восхищен на облаках, и так был всегда с Господом». Годины и годовщины. День смерти христианина есть день рождения и его для новой, лучшей жизни. Вот почему мы празднуем память наших братьев по истечении года со дня их кончины. Празднуем второе рождение их для неба. Мы умоляем благоутробие Божие, да милостив будет Господь душам их, да подаст им вожделенное Отечество в вечное наследие, и сотворит их паки жителями рая. Так как любовь, по слову апостола, никогда не прекращается, то смерть не расторгает нашего союза любви с усопшими нашими братьями. Они живут духом с нами, пребывающими на земле, и мы сохраняем в сердцах своих живую память об них. С особенной живостью возобновляется в нас память их войны, кончины их годовщины, и мы прибегаем в эти дни к молитве, веры и любви как действительнейшему средству с одной стороны удовлетворить требованиям своего горящего любовью сердца, а с другой доставить отраду и облегчение душам переселившихся от нас в горний мир. Годины или поминовения покойника в день его смерти, спустя год после нее, и годовщины, повторяющие поминовения с возвращением этого дня и в последующие годы, надо совершать непременно под управлением той мысли живой веры, что ради совершившихся, совершившихся подчинения самого Господа по его человечески, человеческим условиям времени. Для нас годовые и многогодовые возвращения или как бы повторения дня отшествия покойного в другую жизнь имеют живой смысл и соотношение к его душе и судьбе. Надо верить человеколюбию нашему, пользоваться этим для поспешествования успокоения усопших. Рассказы о спасительности молитв за умерших Блаженный Кир Лука рассказывает о самом себе, что когда умер родной его брат в крайнем небрежении, он просил Бога открыть ему участь умершего. Стоя однажды на молитве, старец увидел душу брата своего в руках бесовских. Тогда он послал некоторых из братья осмотреть келью умершего, послана нашли золото и дорогие вещи, которые старец приказал отнести в ближайший город и раздать бедным и нищим. Сделав это, старец опять стал молиться и увидел судилище Божий ангелов света, спорящих с бесами за душу его брата. Бесы вопияли «Ты праведен, так суди же, душа наша, ибо она творила дела наши». Ангелы говорили, что она избавлена милостынию, разданной за нее. Бесы противились, восклицали, «Да разве он раздал милостыню? Не сей ли старец?» Устрашенный подвижник отвечал, «Да, я сотворил милостыню, но не за себя, а за сию душу». Тогда бесы исчезли, и видение кончилось. Преподобный Макарий, сделав вопрос сухому черепу, узнал важные истины касательно состояния умерших. Он, между прочим, спросил, «Уже ли вы никогда не чувствуете никакого утешения?» Преподобный обыкновенно совершал молитвы за усопших и желал знать, служат ли они в пользу. Милосердующий о душах Господь восхотел открыть об этом своему угоднику, и, чтобы уверить раба свое, вздохнул, вдохнул иссохшему черепу слова истины. «Когда, — ответствовал череп, — ты приносишь молитвы за умерших, то мы чувствуем некое утешение». Святая Игумене Афанасия завещала сестрам своего монастыря, незадолго до своей кончины, творить нищим трапезу в течение сорока дней после ее смерти, в память ее. Но сестры исполнили это завещание только в течение десяти дней, и такое забвение ее воли вызвало святую из другого мира. Явившись в сопровождении двух ангелов, некоторым из сестер она сказала, «Для чего приступили вы заповедь мою?» «Да будет вам известно, что творимые до сорока дней за душу милостыня, питание алчущих и молитвы священников умилостивляют Бога. Если души усопших грешны, то через это они получают от Господа отпущение грехов, а если безгрешны, то благотворительность за них служит ко спасению благотворителям». Святая мученица Перепитуя во время общей молитвы в темнице нечаянно произнесла имя своего умершего брата Динократа. Вразумленной этой нечаянностью она стала молиться о нем Богу и в следующую ночь удостоилась видения. Она видела брата выходящим из темного места. в сильном пламени мучимого жестокой жаждою нечистого вида мы сраной на лице с которой он умер. Между ним и святой мученицей была глубокая пропасть, так что они не могли приблизиться друг к другу. А подле того места, где стоял Динократ, был полный водоем, колодец, край которого был гораздо выше его роста, так что брат ее никак не мог достать напиться из него. Из этого святая мученица уразумела, что брат ее находится в муках, и с сильным воплемо слезами стала ежедневно молиться о спасении его. Вскоре она удостоилась второго видения. Темное место, в котором находился ее брат, сделалось светлым, и брат ее чистым лицом в прекрасной одежде, наслаждался прохладою. Где у него была рана, там остался только след ее, край водоема был только по пояс ему, и на краю водоема стояла полная золотая чаша, из которой он пил, и потом стал веселиться. Этим и кончилось видение, из чего святая перепитуя поняла, что он освобожден от мук. Деяния мучеников Рюикара Святой Иоанн Дамаскин повествует, что у одного из святых мужей был ученик, живший беспечно. Что же? Смерть застигла его в такой беспечности. Милосердный Отец Небесный, подвинутый слезами и воплями старца, открыл ему того юношу, горящим в пламени даже до шеи, подобно немилосердному богачу, упоминаемому в притче о Лазаре. Когда же святой подверг себя строгим подвигом поста и молитвы, с крепким воплем, умоляя Бога, то увидел его объятого пламенем до пояса. Наконец, когда святой муж присоединил болезни к болезням, то есть еще более усилил свою молитву, то Бог в видении явил его юношу, старцу, изъятым из пламени и совершенно свободным. В одном селе скоропостижно умер дичок, старик, у него был сын, чиновник. Нечайная смерть отца поразила сына, загробная участь умершего не давала покоя доброму сыну почти в течение года. зная, что в литургии самое важное время для поминовения умерших есть время пения «Тебе поем, тебе благословим». Печальный сын, находясь в это самое время в церкви, это было в духов день, с особенным усердием стал молиться Богу об упокоении своего отца. И что же? В ночь на вторник он видит во сне своего отца, который три раза поклонился ему до земли и при последнем поклоне сказал «Благодарю тебя, сын мой». Приложение Решение некоторых вопросов и недоумений относительно молитвы за умерших. Нельзя оставить без разрешения некоторых вопросов и недоразумений, которые или сами собой возникают в уме при рассматривании церковного учения о молитвах за умерших, или предлагаются и высказываются неправомыслящими. А всех ли умерших без покаяния и приобщения святых христовых тайн не должно молиться? Нет. Святая Церковь строго различает тех, которые умирают вне раскаянности и без приобщения христовых тайн по собственной вине и упорству, и тех, которые только не успевают перед своей кончиной сподобиться таинству покаяния и евхаристии, потому что подвергаются по независим от них причинам внезапной или насильственной смерти. В следствии этого, тогда как, например, о вольных самоубийцах или нераскаившихся еретиках церковь не молится, о всех тядах своих, скончавшихся напрасную смертью, она с сокрушением истинной матери умоляет Господа помиловать их. Для чего молиться за тех умерших, которые покаялись перед смертью и, следовательно, получили уже от Господа через таинство покаяния, прощения и разрешения грехов своих. Но, во-первых, все лекающиеся перед смертью приносят надлежащее покаяние искреннее, глубокое, живое, вполне достаточное для того, чтобы удостоиться от праведного судьи совершенного разрешения от грехов. Все ли даже бывают способны к такому покаянию в тяжкие и страшные минуты смерти? Для всех этих покаявшихся очевидно необходимо предстательство церкви, которое бы могло восполнить то, чего у них недоставало. Во-вторых, от приступающих к таинству покаяния требуется, чтобы они не только исповедовали перед Богом свои грехи, но потом действительно обратились от них и принесли плоды достойные покаяния. Иезекииле 18-21 А все умирающие вскоре после принесенного ими покаяния не успевают самым делом оправдать и докончить то, чему в покаянии полагают только начало. Вот это-то недостающее у всех умирающих вскоре после покаяния и восполняет мало-помалу церковь своими молитвами. В-третьих, для того, чтобы удостоиться по смерти небесного блаженства, недостаточно только получить от Бога прощение грехов, а необходимо действительно очиститься от грехов и исцелиться, ибо грешник и прощенный, но остающийся со грехами своими, чувствовал бы себя не на месте посреди праведных небожителей перед лицом святейшего святых и был бы даже не способен по духовной расстроенности своею ко вкушению райского блаженства. Но молитвы церкви, благотворения, совершаемые живыми за умерших и особенно приношения бескровной жертвы, могут способствовать всем скончавшимся семенем новой жизни, чтобы это доброе семя мало-помалу раскрылось в них, возросло в древо, принесло плод, и чтобы таким образом они всецело обновились и совлеклись ветхого человека. Как согласить предстательство церкви и молитвы живых за умерших с учением Слова Божия, что Христос есть единый посредник между Богом и человеками и принес совершенное удовлетворение за всех грешников? Вопрос. Точно так же, как соглашаются предстательства церкви и молитвы живых за живых, которые заповедуют само же Слово Божие. Церковь предстательствует перед Богом за умерших, как и за живых, не собственным именем, а именем Господа Иисуса, и силой Его, Его же бескровной жертвой, которую не перестает приносить о спасении всех живущих и умерших. Церковь заботится своими молитвами и ходатайством, только усвоить чадом своим бесконечные заслуги единого посредника между Богом и человеками, предавшего себя для искупления всех. Как согласить учение о благотворном влиянии молитв церковных за умерших с учением Слова Божия, что человеком положено однажды умереть, а потом суд, и что на суде Бог воздаст каждому по делам его? По смерти действительно бывают для каждого суд Божий им до воздаяния еще нерешительные, и в этом-то снова обнаруживается бесконечная благость и милосердие к нам Господа, что даже по смерти, после частного суда, он не окончательно наказывает грешников, а только предначинательно и оставляет еще длинный период времени, в продолжении которого семя добра, с каким переходит покаявшийся грешник в вечность, могло бы развиться в них и очистить их от всякой скверны, под благотворным влиянием молитв церкви. По истечении уже этого периода, когда бесконечная благость Господа успеет, так сказать, совершить все, что можно совершить для блага искупленных его честной кровью, бесконечная правда его произведет всеобщий последний суд, на котором окончательно воздаст каждому по заслугам. Вопрос. Если и по смерти отпускается некоторым христианам грехи вследствие молитв церкви, то как же исполнится слово апостола, что в день последнего суда каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, 2 Коринстам 5.10 ответ. Слово апостола непреложно, и оно исполнится как на всех людях, так точно и на христианах, которые по смерти силой молитв церковных удостоятся получить отпущение грехов, ибо эти христиане, сами находясь еще в теле, положили начало к тому собственным раскаяниям во грехах перед своей кончиною, и таким образом еще в теле сделались достойными молитв церковных и способными воспользоваться ими за гробом. Пояснение изречения, ибо ты воздашь каждому по делам его, и всякий пожнет, что посеял, и тому подобное, без сомнения относятся к пришествию Творца, к имеющему быть тогда страшному суду и скончанию мира сего, ибо тогда не будет места никакой помощи, и всякое моление будет недействительно, ибо когда кончится торг, тогда уже поздно заниматься торговлей, ибо тогда где будут бедные, где священнослужители, где псалмопение, где милостыни, где благотворение, итак, прежде наступления того часа будем помогать друг другу и любящему братство, человеку любивому и милосердствующему о душах Богу приносить жертвы братолюбия, Ян Дамаскин, слово об усопших в вере. Вопрос. Если и умершие с покаянием грешники находятся в аде, то как же вспомоществует освобождение их молитвы церкви, когда из ада нет избавления и на небо оттуда не переходит? Правда, в одном месте священного писания говорится, что из ада нет избавления и перехода на лоно Аврамова, но в другом месте считаем, что Христос спаситель не сходил по смерти душой своей в ад, как Бог, чтобы проповедовать там избавление и как верует церковь и звел оттуда всех ветхозаветных праведников или всех уверовавших в него. 1 Петра 3.19 Что же отсюда следует? То, что если для одних, каков был евангельский богач, нет избавления из ада, то для других именно верующих в Господа Иисуса оно сделалось возможным после того, как он уже разрушил ад и извел оттуда многих. Как на небе, соответственно, нравственному состоянию праведников есть обители многие и различные мздо воздаяния, так, без сомнений, и в ааде, соответственно, неодинаковому нравственному состоянию грешников есть свои разные обители затвора и хранилища душ. 3 Езры 4.32-41 И тогда, как в одной из тех страшных обителей, подобной евангельскому богачу, страждут во пламени умершие, в нераскаянности и неверующие, в других могли обитать, конечно, без подобных страданий, даже ветхозаветные праведники до самого пришествия к ним Христова, и могут обитать умершие с истинным покаянием и верой в Господа Иисуса Христа грешники. Как из первых обителей или затворов адских нет избавления для узников по самому их нравственному состоянию, так из обителей последнего рода такое избавление уже было для праведников и хозаветних, и может быть для скончавшихся в вере и покаянии грешников. И в темницах обыкновенных бывают преступники такие, для которых по законам невозможно избавление и уже определенно смертная казнь. И преступники менее виновные, которые при помощи ближних могут получать и часто получают свободу. То же самое должно представлять и о темнице духов аде. Посему-то православная церковь молит Господа об избавлении именно из ада, а не из какого-либо другого места. Пояснение. Так же учили Марк Ефесский, Гавриил Филадельфийский и другие православные учители Востока. Филадельфийский